Въезжаем в Торонто 8 июня 2023 года Сегодня официально объявили очень низкое качество воздуха В связи с тем, что есть лишь лесные пожары на севере Онтарио и в провинции Квебек Всем, кто работает на улице рабочим, обязаны раздать респираторы Всем рекомендуют оставаться либо дома, либо сидеть в офисе, если они работают Потому что действительно качество воздуха очень плохое Я сроду не мог подумать, что вот такая концентрация, в общем-то низкая дыма Потому что здесь я не вижу, например, плохо рассмотреть, что дымное Торонто такое Но оказывается, сам дым в самых малых концентрациях проходит через кровеносные сосуды И может нанести очень большой вред организму Это особенно опасно для пожилых людей и людей с заболеванием сердечно-сосудистой И... Ну вот дышит, которая системой людей Дыхательная, то есть людям с легочными заболеваниями, особенно астмой Это очень опасно Я хочу также извиниться перед Нью-Йорком За то, что Нью-Йорк покрылся буквально какими-то сизыми облаками И там официально написано, что это пришло из Канады В Филадельфии и Пенсильвании даже отменили полеты на самолет Окончание рабочего дня Пробки И, как я уже сказал, 8 июня Вот сейчас 8 июня вечер Мы видим опять дым, стоящий над Торонто Это не смог от машин Это дым лесов, которые горят на севере Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Например, нам врачи здесь сказали Обязательно, если вы будете больше 6 часов находиться на открытом воздухе Одевайте обязательно маски, респираторы Специальный респиратор, который плотно и очень толстенький Вот Очень берегите себя И слушайте врачей Счастливо